Каменные львы с красными глазами Давным-давно в одной деревне жили жадные и злые люди. Боги, увидев их жестокие сердца, решили уничтожить эту деревню. Однако добросердечная бодхисатва захотела дать людям еще один шанс. Спустившись в мир людей и превратившись в нищенку, она брела по деревне от дома к дому и просила подаяния, но никто ей ничего не давал. Уже на выходе из деревни нищенка увидела старушку, возжигающую благовоние перед статуей Будды, и подошла к ней попросить еды. Старушка заколебалась и сказала, «У меня есть только одна миска риса. Я могу дать вам только половину из того, что есть, так как оставшуюся половину мне нужно поднести Будде». Уходя, перевоплотившаяся в нищенку бодхисатва сказала старушке, указав на пару каменных львов, установленных у входа в деревню. «Когда глаза львов покраснеют, начнется большой потоп. Убегайте высоко в горы как можно быстрее. Запомните мои слова». Добросердечная женщина сразу же передала слова нищенке жителям деревни, но никто ей не поверил. Они даже смеялись над ней, говоря, «Как могут глаза каменных львов покраснеть?» Однажды несколько человек решили разыграть старушку и выкрасили глаза львов в красный цвет. Увидев, что глаза каменных львов покраснели, женщина забила тревогу. «Бегите, скорее торопитесь, приближается большое наводнение!» – призывала она. Жители деревни это так рассмешило, что они держались за животы от смеха, думая, как забавно разыграли женщину. Старушка продолжала кричать, призывая людей бежать, но никто не воспринимал ее всерьез, никто не слушал. В конце концов она побежала на гору одна. И тут действительно начался потоп. Бегом взбираясь на гору, старушка оглядывалась назад и видела, как быстро повышается уровень воды. Вскоре вся деревня ушла под воду. Больше не слышалось смеха, и ей стало очень грустно. Добрая мысль старушки дала ей шанс услышать предостережение от Бодхисаттвы. Но жители деревни думали об этом плохо и не поверили словам пожилой женщины. Они даже разыграли ее, раскрасив глаза каменных львов красной краской. В итоге человек с добрыми мыслями обрел спасение, а злые люди погибли. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok